Министерство сельского хозяйства презентовали дорожные карты развития АПК. Их 8. Они разрабатывались для реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса до 2021 года. В основу каждой легли приоритетные направления, такие как семеноводство, производство средств защиты растений, агрохимия. Документы содержат ценные рекомендации о том, как решить основные проблемы, стоящие перед товаропроизводителями. К примеру, урожайность в стране повысится, если постепенно увеличивать долю элитных семян. Карта интенсивного технического перевооружения должна помочь казахстанским аграриям нарастить производство сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования. Зачастую из-за старого оснащения крестьянские хозяйства работают в себе в убыток, а зарубежные комбайны и тракторы стоят больших денег. Участники презентации положительно восприняли акценты, которые расставлены в картах. Специалисты Минсельхоза планируют обсудить их с товаропроизводителями в регионах. Министерством проделана очень большая работа, потому что разработать 8 дорожных карт по основным направлениям развития АПК – это серьезный труд. И, в общем-то, мы знали, что готовится там презентация, но я лично удивлен объемом и масштабом. Не думал, что поднимут такой пласт проблем и, в общем-то, дан такой объективный анализ ситуации и намечены конкретные ориентиры, к чему же мы должны прийти. Если вот в целом сказать такой главный вывод для меня, на мой взгляд, я просто испытывал такое большое удовольствие слушать эти презентации, потому что наконец-то услышали призыв президента. Господа, давайте браться за отечественное производство. Китайская сторона хочет, чтобы мы как минимум в течение пяти лет могли бы поставлять. Причем цены для нас очень хорошие, очень высокие цены. Это около пяти долларов за килограмм баранин. Но пока вот эти объемы выполнить мы не можем. И сегодня как раз-таки на этом совете рассматривается конкретная дорожная карта. Руководители отраслевых ассоциаций, фермеры, они поддержали, в принципе, все эти дорожные карты. И было даже озвучено, что наконец-то была проделана такая большая работа, которая вглубь и в корне смотрит на корень этих проблем и пытается ее решить.